Благодаря ютубу мы имеем много действительно талантливых и уникальных креаторов. Ну а ещё кучу всякого бессмысленного дерьма. Что ж, с вами Антоша Редвульф, сегодня мы поговорим о худшем контенте и форматах ютуба. Потому что игнорировать это особенно, когда оно лезет на тебя изо всех щелей, уж очень трудно. Только для начала стоит сказать, что плохой контент вы всегда успеете посмотреть, и его полно. Гораздо ценнее некий качественный контент. А для его просмотра, дабы полностью насладиться, нужен как минимум хороший монитор. А ещё не помешало бы звук, дабы слышать, например, прекрасные вибрации моего голоса. АСМР И здесь поможет Е-каталог. Поисковик товаров со всего интернета, со всем, что нужно знать, а главное сравнением цен. Дабы вы могли найти максимально выгодный и достойный вариант. А там, гляди, уже даже ролики из трендов начнут лучше выглядеть. Ссылка в описании, пользуйтесь на здоровье. А я передаю привет Снеу Кику, и мы начинаем. Лайфхаки. По идее, лайфхаки даже на ютубе призваны упрощать жизнь. Но, будем откровенны, в реальности увиденным вообще почти никто не пользуется, разве что по приколу. И скорее больше интересно смотреть на всё это. Только, блин, не значит же, что надо делать совсем лютую херню. Начнём, пожалуй, с классики крутых лайфхаков для школьника, который сидит дома. Почему дома они в школе, не знаю, но не важно. Представим ситуацию, что у вас есть тик-так и вам скучно. Что ж, обыденная ситуация, всегда скучаюсь с тик-таком в руках. Есть его, конечно, не вариант, но как же быть? Нам понадобится кусочек белого листика. На этом листике маркером мы рисуем клетки. Далее мы берём клей ПВА и приклеиваем листик к тик-таку. Интересно, в этом есть какой-то конкретный смысл? Или просто если приклеить его к другой упаковке, случится квантовый разрыв? Теперь мы берём маркер любого цвета и красим конфетки тик-так. Ну и всё, ребята, теперь можно играть со своими друзьями в игру крестики-нолики. Тхе-хе, да, крестики-нолики. И очевидный вопрос, а до этого мы не смогли бы играть? То есть вместо того, чтобы просто поиграть на тетрадке, лучше вырезать листок, расчертить его, приклеить к упаковке, раскрасить конфеты и начать раскладывать их как дебил. Да это же просто отличный лайфхак! И в этом вся суть. Зачастую лайфхакеры делают максимально бессмысленные вещи, а простое превращают в тяжёлое. Вот, пожалуйста, типичный лайфхак для упрощения жизни. Парень отрывает крышку с упаковки влажных салфеток, обводит пачку чипсов, вырезает в ней проём, приклеивает крышку на неё, открывает и только теперь готово. Можно удобно есть. Но, а как насчёт просто, блядь, открыть пачку? Тем не менее, знаете, порой эти ребята как будто вообще стебутся над зрителем. Переходя грань, когда ты уже не понимаешь, они серьёзно это или что? Сегодня 9 полезных лайфхаков с презервативом. Окей, именно о таком я и говорю. Первый лайфхак нам поможет, когда вы пришли на важную встречу или свидание. Всё, что нужно сделать, это натереть презервативом нашу обувь. А, ну конечно, ведь стандартное средство для чистки обуви явно уступает презервативу. Чё, предлагаю тогда одежду, например, туалетным ёршиком чистить теперь. Заодно и увлажняет, практично вроде. Всё, что мы делаем, это просто нарезаем наш презерватив. И из него получается большое число прочных и практичных резиночек. Например, можно аккуратно скрутить провода. Ээээ, презервативом. Ладно, а теперь объясните, каким образом в быту у вас не может быть возможности найти обычные резинки, при том, что такие резинки найти как-то получилось. Нет, презерватив, конечно, можно хоть как вакуумный шлем космонавта использовать, но нахуя? Ровно как открывать с его помощью банки, создавать игрушки антистресс, которые сами-то как пачка презервативов стоят, делать ледяной компресс и так далее. Эти лайфхаки даже теоретическую проверку не проходят. То есть, какие обстоятельства вообще должны случиться, чтобы начать открывать банку презервативом? Прошлый выпуск так понравился нашим подписчикам из тюрьмы, что они не хотят выходить оттуда. И чтобы им жилось ещё лучше, мы сделали вторую серию. Да, лайфхаки для тюрьмы от Сливки Шоу. Уже вторая серия. И это прям показательный пример того, как у людей постепенно едет крыша на почве лайфхаков. Если ваш сокамерник украинец, то ему точно иногда передают сало. А шо? Тобто що? В смысле, чо? Что за дискриминация на развлекательном канале? Если у вас плохие отношения с соседями, то вы сможете всё наладить, угостив их леденцом. После чего, скорее всего, вас не так поймут и трахнут в душе. А тем более, если узнают, что вы лайфхакер. На этом всё. Мамкины экспериментаторы. На русском ютубе много классных научно-популярных каналов, которые весело и интересно подают полезную информацию. Утопия, Шоу, Артур Шарифов, Трэш, Смэш, Топлес. Но всё это, конечно, херня. Потому что эти ребята никогда не покажут, а что будет, если раскалённым ножом разрезать игрушки антистресс? Ну что же всё-таки будет, а? В смысле, ничего, он их просто разрежет. То есть, даже обычный нож их просто разрежет. А что если на спор скинуть два арбуза на мою машину с пятого этажа? Такого я не ожидал. Они упали и разбились. Охуеть, физика. Да, тут это просто отдельный пласт гениального контента с великими научными открытиями, которого, ну, очень много, он всегда в трендах и имеет кучу просмотра. А что если налить молоко в колу? Что если скинуть арбуз на батут? Да это даже не арбуз. Что если вставить батарейку в розетку? Нет, серьёзно, кто-то задался таким вопросом. И ладно, задался, он сделал это. Что будет, если вставить яйцо в розетку? Своё яйцо туда вставь. Впрочем, давайте узнаем, а что будет, если посмотреть ролики на тему «Что будет, если». Эксперимент великого ютуба учёного из отдела сотрудников с лишней хромосомой Алекса Бойко, в котором он бросает миксер, железные гайки, кубик Рубика и кинетический песок. Я надеюсь, вы помните, какая это прикольная штука. Это песок, который всегда влажный, но руки при этом у вас всегда остаются сухими. Невероятно, это ли не чудо инженерной мысли, доказательство многовекового научного прогресса? Из него можно лепить всё, что угодно. А также он очень прикольно режется ножом. А ещё прикольнее, наверное, раскалённым ножом, если вы понимаете, о чём я. Ну, доктор Бойко, давайте к делу. Ну что, готовы? Я, например, не представляю, как он себя поведёт в миксере. Будет разлетаться или будет там на месте? Ну, сейчас мы это узнаем. О боже, что произойдёт? Что же с ним будет? Его просто размешает. Всё, как бы, или кто-то ожидал чего-то большего. Походу, он справляется. И запросто перемешивает кинетический песок. Хотя подаётся это реально, как какое-то открытие. Я почему-то уверен на все 100%, что песок в миксере ещё никто не догадывался перемешивать. А мне что-то подсказывает, учитывая, сколько подобного на ютубе ещё как догадывались. Дальше доктор Бойко засунул туда песок другого цвета, и, о чудо, он просто смешался с первым. Уникальная химическая реакция, но не настолько, как следующая. А на очереди у нас кубик Рубика, который сейчас попадёт в миксер. И я даже не знаю, что вообще можно ожидать, кладя куб в миксер. То есть, ну, ничего, ничего не происходит. Зато ощущение складывается, как будто мы слушаем не чувака, который бросает всё подряд в миксер, а какого-то спортивного комментатора. Оу, смотрите, что происходит. Кубик яростно сопротивляется. И штрафную площадь, Басин, концентр, форвард, удар. Вот это скорость. Ой-ой-ой, ещё удар. Гол, гол. Кубик выдержал целый раунд. Так, о чём это мы? Точно, гайки. Может, с ними-то хоть что-то произойдёт? То есть, теперь-то я как минимум ожидаю, что миксер соберёт их в робота-трансформер, а тот уже засунет Бойку в свой миксер. Эээ, нет, нет, ничего не произошло. Вся суть таких экспериментов тебе пафосно преподносят заведомо бессмысленную идею, типа, что если скинуть арбуз с пятого этажа? Батут-челлендж, такого я не ожидал. Ожидал. А в итоге, нихрена не происходит. В смысле, чего-то не ожидал. Что арбуз упадёт, отпрыгнет от батута и разобьётся? Вот это нежданчик. И все эти ролики, ну, жутко вторичны, вплоть до того, что я авторов друг от друга не отличаю. Блин, да тут даже обложки ксерокопированные. Вот это да! Неподражаемые реакции. А в частности, всякие тесты на психику, засмеялся, проиграл, называйте как хотите, но факт в том, что это видео, в которых люди просто пассивно смотрят другие видео. Причём формат реакции не так-то трудно нормально подать, посмотрите на того же Юлика. Но сюрприз, для этого нужно хотя бы реагировать, а не просто сидеть с каменным лицом. Думаете, я шучу? Нет. Пожалуйста, вот, чувак просто сидит и молча втыкает ролик с индука. А ты никогда не задумывался, где наши родители? Хм, да как-то нет. М-2О. Веселящим газом? Ну, конечно! Попробуйте сами. Гели. Окей, для справедливости он немного посмеивался, а ещё выдавал какие-то словосочетания. Всё, никаких комментариев, обсуждений, шуток или хоть чего-то. Это весь контент. А вот 300 тысяч просмотров, которые, по логике, парень просто должен вернуть с индуку, потому что, считайте, он перезалил его ролик только с наложенным поверх своим лицом. И такой у него весь канал, но самое-то странное, что не только у него. Вот уже барышня, которая делает реакции, и что ж, может, она знает толк? Всё-таки почти 600 тысяч подписчиков не с потолка же взялись. А, нет, нет. Кажется, действительно с потолка. Либо я реально уже что-то не понимаю. Хорошо. Призрак. Почти 850 тысяч подписчиков. И знаете что? Он точно так же сидит и пассивно втыкает. Вообще, у меня есть теория, что, возможно, люди просто смотрят сами видосики из реакции, не замечая при том авторов реакций. И, судя по тенденции жуткого спада просмотров со временем у таких каналов, она очень даже правдоподобная. Хотя, по-моему, это никого особо не останавливает. Реакции с водой, с чаем. Вот чувак вообще зачем-то целые серии аниме смотрит на видео. Он русскоговорящий, кстати, если что. Наверное, это самый халтурный контент, который я вообще себе могу представить. Минутку, что это? Реакции на картинки? Да ладно. Еб... На самом деле, любой формат можно качественно подать, ровно как и запороть, что, к слову, гораздо проще. Тем не менее, спрос рождает предложение, так что пока видео типа «Что будет, если опять куда-то ёбнуть этот арбуз?» и реакция в витаргическом сне набирает свои просмотры, удивляться тому, что их ещё и много, пожалуй, бессмысленно. Пишите своё мнение, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, там важные новости, посты и всё очень важное. Подписывайтесь на сам канал, максимально лайкайте ролик, если хотите продолжения этой темы, ну и не разбрасывайтесь арбузами, почём зря.